Привет друзья! Сегодня у нас мероприятие. Мы в гостях у наших замечательных друзей и очень близких людей, которых мы очень сильно любим, в их замечательном большом доме. Сегодня мы решили им помочь и приготовить, скажем так, пати для их гостей и наших друзей. Ну вот, посмотрите-ка, это наша скумбрия. Если вы ее не посмотрели, острая скумбрия по-крымски. Скумбрия копченая, которую мы тоже с вами сделаем. Это панчетта, которую опять же мы сами делали сыровяленую. Это невероятная наша утка. Сегодня мы будем готовить с вами овощи, которые будут хорошо сочетаться с шашлыком. Я вам покажу, каким образом их приготовить и сделать. Наши соусы, которые мы тоже делаем самостоятельно. Этот соус чесночный майонез на основе нашего майонеза. Этот кемали, мы еще с вами его не делали, но обязательно сделаем. Это аджика, сделан на основе чили джем, который мы с вами готовили, и вы наверняка его не видели. Если не видели, то посмотрите. А это аджика в восточном стиле, она с карри. Очень выразительная и очень острая. Замечательный вкус и будет сочетаться с шашлыком, с мясом, с овощами. Посмотрите, какой вид невероятный. К сожалению, сегодня пасмурно. Мы сейчас с вами находимся в замечательной беседке. Вот смотрите, сегодня, как я уже говорил, мы будем с вами готовить луковые кольца и картошку фри. Видите, я приготовил две кастрюльки. Здесь у меня 4 литра масла, здесь у меня 5 литров масла. В одной я буду жарить картошку, в другой я буду жарить луковые кольца. Две плиты. Здесь будут располагаться наши гости. Вот наш замечательный мангал. Пока мы его еще не зажгли, еще не все приехали. Буквально через полчаса здесь уже все будет жариться и париться. Ну хорошо, пойдем готовить. Ну вот, я в своей стихии. Куча специй, еды. Ну что, начинаем запекать овощи. Мы сейчас делаем морковочку. Смотрите, как я ее нарезаю. Мы делаем овощи к шашлыку. Вы скажете, ну давай запечем овощи прямо на гриле. Да, конечно, вы можете запечь овощи прямо непосредственно на гриле. Я могу вам сказать вот что. Всегда нужно соблюдать баланс вкуса. Вот если я делаю шашлык на костре, то я овощи лучше сделаю в духовке. Я сделаю их на сковородке. И я буду использовать такие специи, которые оттенят их и добавят им вкус такой невероятный, который будет в сочетании с шашлыком просто бомба. Итак, смотрите, мы делаем с вами морковочку. Вот я нарезал такими вот, скажем так, полосочками. Добавляем сюда коричневый сахар. Соль. Прям щепотками такими. Немножко меда. Так. Уксус. Можете использовать винный уксус или же яблочный. Оливковое масло. У меня нефильтрованное оливковое масло. Если вы не пробовали нефильтрованное оливковое масло, ну это просто бомба. Обязательно попробуйте. Видите, она такая мутная? Потому что она холодного отжима. Оно не прошло вообще никакой термической обработки. Многие говорят, что оливковое масло не рекомендовано жарить, скажем так, и обрабатывать при высокой температуре. На самом деле все это байки. Если вы были бы в Испании, скажем так, в Италии или во Франции, вы бы увидели, что оливковое масло используется пассиментно. Причем самого холодного отжима. То есть virgin oil. Так, оливковое масло. Сегодня мы с вами попробуем новую специю. Называется чимичури. Эта специя сделана на основе аджи. Вот так вот посыпаем. И запекаем 200 градусов в среднем минут 25. Для того, чтобы они, скажем так, поджарились и приобрели цвет. До полной готовности доводить не нужно. Потому что нам нужно сделать так, чтобы овощи подали гостям своим с пылу жару. То есть я их доведу практически до 50% готовности. И когда уже шашлык будет готов, луковые кольца готовы, картошка фри готова, мы овощи подогреем в духовке буквально при 250 градусов. В течение буквально 5-7 минут. И они будут тоже горячие. И все симметрично мы подадим. Духовку обязательно разогрейте заранее. Не нужно никогда ставить продукты в холодную духовку. Так, отлично. Вот смотрите-ка, я поставил сковородку-гриль. Сейчас мы на ней с вами будем делать баклажаны. Оливковое масло. Я посолил баклажаны с обеих сторон. Жарим. Температуру чуть-чуть снизим, для того, чтобы они сильно не горели. Пока баклажаны жарятся, перец. Прямо вот так вот нещадно, такими вот кусками. Ложим в чашку. Вы знаете, в деревенский стиль приготовления блюд, он является самым современным на сегодняшний день. Вот эта вот эстетика, выбрать семечки, убрать, все это делает. Да, ради бога. Зачем? Это все дает нам дополнительный вкус. Еще немножко масла. С баклажанами нужно, скажем так, чувствовать подачу масла. Потому что если вы слишком много дадите масла, они будут у вас сильно жирные. Если дадите мало масла, они будут у вас слишком сухие. Перец. Оливковое масло. Уксус. Белое вино. Не надо использовать дорогое вино. Используйте обычно эстетропака. Пить его, конечно, невозможно, но для готовки это просто незаменимо. Добавляем сюда тимьян. Сухой розмарин. Черный перец. Немножко аджи. Так, немножко сладкий сахар тростниковый. И обязательно соль. Все это смешали. Сейчас мы все это дело с вами поджарим на сковородке. Баклажаны. Вот, еще чуть-чуть с той стороны. И этого будет уже, в принципе, достаточно. У нас с вами уже есть вкус, красивый цвет. И когда мы будем это доводить в духовке, у нас с вами получится просто белиссимо. Готово. Цукини. Сейчас наши баклажаны будут готовы. И поджарим цукини. Посмотрите, какая красота. Какой цвет. Она хрустящая. И сладенькая. И уксус, и соль. И все вместе. Это просто бомба. Можно посыпать, конечно, сыром пармазан. Но мы не будем этого делать. Уже, скажем так, делать такие извращения. Укладывайте на свой лист, ну, как бы вот такими полосами, чтобы это выглядело привлекательно и красиво. В духовке мы сейчас с вами сделаем кусочек сельдерея. Баклажаны. Еще чуть-чуть. Добавлю температуру. Много масла не надо. Наши блюда должны быть сбалансированы. Они должны быть вкусные, выразительные, но ни в коем случае не жирные. Потому что если мы с вами будем есть жирную пищу, это нехорошо. Даже если это оливковое масло. Корень сельдерея. Невероятное вкуснятие. Из него можно делать так называемый чешский брамборовый салат. Картофельный салат. Или же можно просто запекать, как запекают его в Ирландии и в Англии. Опять же с медом, розмарином, вином, уксусом, солью. Мы сделаем вариант английский и ирландский. Все, отлично, готово. Сюда. Следующий. По той же схеме. Чуть-чуть аджи. Сахар. Соль. Кимьян. Розмарин. Добавим чуть-чуть чумичури. Сухой чеснок. Черный перец. Немножко меда. Много не надо. Уксус. Уксус. Вино. Так, хорошо. Чуть ниже. Так, готово. Пробуем. Класс. Наша духовка 200 градусов, она работает с вентилятором. Видите, как тоже дымит. Вот это все даст нам... О-о-о-о-о. Вкусный, вкусный вкус. Ставим. Сегодня мы будем делать и шашлык, и луковые кольца, и картошку фри. Нам нужно так, чтобы все наши блюда, которые мы с вами подготовили, как бы пришли к общему знаменателю. Поэтому я овощи довожу до полуготовности. И потом, когда уже все будет готово, я их доведу в духовке и подам. Следите за температурой. Видите, я постоянно ее то повышаю, то снижаю. Наш перчик. Перчик мы будем жарить на обычной сковородке. Еще у нас есть лучок. Лук мы с вами тоже подготовим на гриле. Посолим. Оливковое масло. И уксус. Больше ничего не надо. Вот так вот. Пусть отдыхает. Ну, я могу добавить чуть-чуть аджи. Достаточно. Ложим цукини. Следующий этап. Грибочки. Грибы мы будем с вами жарить тоже на сковородке целиком. Нет необходимости их речь. Вы увидите, как они будут выглядеть. Пошли по старой схеме. Оливковое масло. Так. Уксус. Вино. Грибы любят вино. Черный перец. Аджи. Тимьян. Чуть-чуть сахара. Соль. В процессе жарки я добавлю еще вина. Вино и уксус дают нашим грибам невероятный вкус. Я уже много раз говорил в наших видео. Ни в коем случае не надо пережаривать овощи. Все эти овощи, которые я сейчас сделаю, в общем-то, допустимо, есть даже сырыми. Хорошо. Добавлю чуть-чуть температуру. Готово. Видите, по ходу пьесы я вижу, что мне не хватает масла для того, чтобы у нас получился красивый карамелизованный цвет. Поэтому я добавил чуть-чуть немножко масла. Сейчас попробую на вкус. Добавлю вина. Хорошо. Еще минут 10. Так, наши черри томатус. Та же самая схема. Вообще, она беспроигрышная. Оливковое масло. Вино. Все понемножку. Уксус. Соль. Сахар. Кимьян. Черный перец. Аджи. Или же чили. Но с чили я вас предупреждаю, что обязательно нужно быть аккуратным. Цукини наши готовы. Сковородку убираем. Ставим другую сковородку. Другого формата. Пусть греется. Замечательно. Все отлично. Кстати, корень сельдерея, его тоже можно кушать. Без термической обработки. Поэтому нет необходимости его жарить, прям жарить, жарить, жарить. Если вы смотрели наше видео «Солдат Колеслав», мы там использовали свежий сельдерей. Все, готово. Теперь мы будем работать только со сковородкой. В какую квартиру из своих друзей я приезжаю, там начинается вот этот ужас. Все в жару, в дыму, все коптится, жарится и парится. Ну, все меня прощают, потому что любят вкусно покушать. Хорошо. Наша сковородка готова. Наливаем чуть-чуть оливкового масла, как всегда. И ложим грибочки. Грибочки. Закрываем крышу. Отлично. Пробуем. Мамма мея, очень вкусно. Так, в следующем пойдет у нас с вами перец, черри томатус, зеленый лучок. Ну вот, посмотрите, какие наши грибочки. Ну, не чудо ли, а? Реально чудо. Хорошо. Все, сюда. Перец. Не надо мыть сковородку. Весь этот благородный нагар, этот то, что, как говорится, Бог нам послал. Невероятный аромат и вкус. Используйте его. В свою пользу. Да, в свою пользу. Опять закрываем крышечкой. Пусть жарится. Добоим все до такого состояния. Наш печек готов. Посмотрите. Видите, он поджарился. То, что произошло со сковородкой, это нормально. Нам же нужно добиться вот этого красивого цвета. Вот. Вот в этом случае сковородку быть уже нужно. Так, убрали. Все это подогнули. Видите, я слоями укладываю, чтобы это было красиво. Черри томатов. Долго не жарим. Буквально чуть-чуть. Вот. Пусть выпарится. Достаточно. Теперь у нас пошел лучок. Видите, я намеренно делаю лучок после помидор. Остался у нас вот-вот-вот-вот-вот-вот. Красота после помидора. Сочок, да, скажем так. И ложим зеленый лучок. Уникальные овощи, которые я вам предлагаю. Это идеал, я бы так же сказал бы, для шашлыков, для стейков. Для вашей, допустим, свинины, которую вы жарите здесь на гриле. Даже для рыбы. Не важно, курица, баранина. Все, смотрите. Офигеть, да? Лучок свежий. Со специями, со всеми нашими специями, которые мы использовали ранее. В то же время он подрумянился. Это просто очень-очень-очень вкусно. Все, выключаем. Наши овощи готовы. Все ложим вот таким вот образом. И можете оставлять на ближайшие, скажем так, полчаса-час. Сейчас у нас разжигается мангал. У меня уже греется фритюр для того, чтобы жарить луковые кольца и картошку фри. Субтитры сделал DimaTorzok. И субтитры сделал DimaTorzok. И субтитры сделал DimaTorzok. В кемале какой? Вот этот, да? Да. Это аджик. У меня в кемале хочу к сушенку. Советую начать с луковых колес. Это что-то. Приятного аппетита, друзья. Ням-ням. Ням-ням. Вау, вау, салют. Молодцы, молодцы. Увидимся в следующий раз. Пока. Однозначно лайк. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok